Всем привет, друзья мои дорогие! Посмотрите, какая у нас чудесная погода! Зима была один день, ночью видно. Волны сюда даже доходили, вы видите? Мокрая вся набережная. Море прибыло, прибыло, прибыло! По назначенному пункту, на назначенный пункт. Волны вот такие вот. А я пошла дальше. Пошла-пошла, сегодня 25-й день. Осталось совсем немного до победы. Цветы такие красивые, да? Все так красивое на фоне этого. Как в сказке, как... Я не знаю, какая красота сегодня. Ну, посмотрите. Видите, какая красота! Мои дорогие! И людей прибавилось сразу до набережной, как солнышко пригрелось. Ну, а я пошла, мои дорогие. Вот так выглядит набережная. Видно, что были огромные волны. Сюда заходили. Полно грязи. И сейчас я смотрю, что Мерея чист занимается... Вот, посмотрите. А-а-а, мы сейчас подойдем поближе. Видно, там наводнение было. Пойдем посмотрим поближе. Видите, как моют набережную? Там точно не пройти, не проехать. Надо быстро ее опередить. Вот так работают Мерея, друзья мои. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге я рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина. Свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сторис моя каждодневная жизнь, красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам стопроцентная польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, Ваша Светлана. Решила посидеть. Уже возвращаюсь, уже почти близко. Я дома. Дома, можно сказать. И хотела бы вам кое-что рассказать. И посоветовать кое-что. Вот сейчас мне пришла эта идея. Потому что часто меня спрашивают, как быть в той или иной ситуации. И я расскажу вам сейчас, в чем суть. Хотела бы тоже, чтобы вы знали, как поступать. Заодно мы посмотрели на такое море, видите. Не буду себя показывать, потому что я не в том виде, чтобы вы любовались. Сейчас вот поставлю так руку, чтобы не трястись. И смотрите на море, а я буду с вами беседовать. Мы, когда находимся у себя на родине, да, работаем, мы все много очень времени уделяем своей красоте. Какой-то бренд появится у нас такая вот мечта, приобрести ее первой. Чтобы у нас всегда был маникюр, волосы в порядке. Ходим мы к косметологу, на какие-то процедуры по уходу за лицом. Ухаживаем за собой, любим. Но когда мы приезжаем в Турцию, это становится очень большой проблемой у многих девочек. Почему? Потому что женщины теряют свой доход. Они не могут зарабатывать свои деньги. И все зависит от мужа, от их мужчины. Но, к сожалению, турецкие мужчины об этом не догадываются и не понимают, откуда же моя женщина такая красивая была раньше. И часто сталкиваются с тем, что... И я тоже самая была. Я не говорю, что я не... И с тем сталкиваются, что когда женщина приезжает, у нее тут нету и парикмахера своего не может найти, маникюрщицу не может найти, косметолога. Вот она вся в поисках, в поисках. То, допустим, найдет, а вдруг скажет о своей отцине мужу, так он говорит, ты что? Ты что? Ну, есть такое, да. И женщина уже впадает в депрессию даже от того, что ей отказали в этих прелестях. И также, но это не у всех, чтобы вы знали, есть такие случаи. А также, например, когда женщина приезжает к мужчине, но выходит замуж, мужчина говорит ей там, прививай, ой, не бери ничего, я тебе здесь все куплю, гардероб, все-все куплю, не тащись, моя любимая, дорогая. Скорее ты приезжай ко мне. Вот женщина приехала с маленьким чемоданом, да, приехала она, допустим, летом, а тут осень. И вот она сидит, бедная, не знает, муж-то не догадывается, что ей нужно купить что-то. Бывают и такие случаи. А она сидит и ждет погоды у моря, нервничает, себя съедает. И у нее уже бывают такие даже тараканы в ее голове. Говорят ей о том, что давай соберай шмотки и возвращайся к себе на родину, как-никак, но ты сама себе там можешь зарабатывать. Вот такие вот бывают ситуации, мои дорогие. И что делать в этом случае? Я иногда советую в таких случаях посадить своего мужчину и все ему спокойно объяснить. Но можете все равно объяснить с помощью переводчика, там, с жестами, то, сё. Я тоже так же объяснялась раньше, когда не знала турецкого. Но у меня мой муж совсем другой. Вот мне повезло с ним, у меня была такая ситуация. Вы сами, наверное, уже смотрели сто раз мое видео. Ну, естественно, я раньше, когда не замужем, одевалась по-другому. У меня были и короткие такие вышеколен платьички были. Очень много платьев, я любила платья. Виктория Сейкред, такие сарафанчики, открытыми плечами так сильно. Ну, кофточки с декольте. Ну, о чем не скрывать? Это сейчас я там закрываюсь по шею почти. И возраст уже. А тогда же я молодая была, да? И много вещей было таких, от которых нужно было избавиться, да? Я моему мужу сказала еще, когда мы встречались. Он мне там, допустим, или на плечики прикроет, или что. Я говорю, ты не переживай, солнышко мое. Когда я замуж выйду, я это все отправлю от себя подальше, а ты мне купишь новый гардероб, такой, какой тебе нравится. Он говорит, хорошо, вот так вот это все и произошло. Я свои все шмотки там оставила только такие. Более-менее отправила дочери. Дочь с огромным удовольствием их приняла, потому что там очень были шикарные платья, очень много их. Да я еще и поправилась в тот момент. Естественно, мне нужно было что-то новое. Да, когда мы приехали сюда, в Мерсин, перед тем, как мы сделали документы на свадьбу, мы пошли в центр, в форум. И вот мой муж сделал единственную ошибку, что заловку мою позвал с собой. Ну, может, хотел, чтобы мы сдружились с ней так, да, таким образом. Вот мы все ходили, все вместе покупали мне. Естественно, он мне там дал карточку, я с ней ходила. Я выбрала, помню тогда, в Котоне, кажется. Котон для меня это был тогда, о-о-о, самый дорогой. Ну, самый такой, потому что в Батуми у нас Котон считался очень хорошей маркой. Мы когда переходили границу возле, в этом, Господи, Хопа, там был такой же форум, а мы туда ездили, Котон, самые дорогие шмотки и качественные. У кого Котон платье, у нас было это уже шик среди нас в Грузии, в Батуми. И я там, помню, купила три блузки, брюк понабрала. Затем мы зашли в спортивный магазин, в спортивный магазин зашли со шкивом. И я сказала, что я хочу заниматься спортом. Я сказала, мне нужны спортивные костюмы, ботосы. Я ему так и сказала, он говорит, что тебе надо, спортивный костюм, ботосы. Он вот мне купил качественный, тогда, помню, Рибаки, этот, около 400 лир. Ну, и тогда было очень дорого 400, когда можно было простой купить за 100. 400 это было качественное. Но он всегда все покупает качественное. Он знает, что качественное, оно надолго хватит. У него, он, Adidas, и носит уже 10 лет ботосы. И как ни в чем не бывало. Также я и свои ботосы уже ношу почти 5 лет. Стираю их в машинке, и они не выходят из строя. Не выходят из строя, да. Шикарно выглядят, вообще нигде не порвались, ни строчка, ничего. Поэтому рекомендую покупать одно качественное, и на долгие года вам хватит. Ну, так вот, он мне купил вот ботосы, там, выбрал. Затем он мне купил спортивный костюм, тоже очень хороший, около тысячи с чем-то, в полу взял свитер мне. Он возвращался на работу к себе, и куртку мне в Заре купил. Он мне все купил абсолютно, пижаму, халат, в общем, все, девочки, трусы, лифчики, носки. Он мне полностью сам обновил гардероб, и только тогда уехал. Да. И вот я говорю, что этот мужчина сказал, дал слово, что он мне все купит, и я имела все новое. Посмотрите, кошка схватила этого голубя, кажется, или нет. Схватила или нет, посмотрите. Голубь притворяется, что он как будто неживой. Ну, вот, отвлеклась от темы. Поэтому в таких ситуациях, когда ваш мужчина не понимает, что вам нужен крем для лица, когда у вас все закончилось, вам нужна одежда, посадите его, спокойно скажите, милый, любимый мой, мне нужно то. Не надо говорить, вот ты мне обещал, все нужно, во всем нужно находить компромисс. Вы должны спокойно все объяснять и говорить, мне нужно крем, мне нужно платье, мне нужно ботаса, мне нужно все. Это в порядке вещей, вы не должны стесняться, и это норма. Иногда турецкие мужчины не соображают. Вот я сейчас и то говорю, откуда мой муж знает, у меня трусы порвались или что? Вот подумайте сами, посудите. Но они, нормальные мужчины, ни в чем вам не откажут. А жмоты, конечно, будут на всем экономить, и злиться, и все. Вы это делаете на нормальном уровне. У кого есть средний достаток, он все человек может приобрести. Он может пойти к карту, у каждого турецкого мужчины есть 150 карт, и кредитные, где мой муж так делает. Он может пойти купить мне на 2000 спортивного костюма, там все, и будет платить каждый месяц по частям. И это в порядке вещей. Так что вы не стесняйтесь, вы не бойтесь. Всегда спрашивают в магазинах, вы как, на сколько хотите рассрочку? На столько, на 3 месяца, на 6 или на год? Это все вполне естественно. Он может распределить, что по минимуму на 12 месяцев. И все выплатит. Так что нормальный мужик должен сделать так. И вы не стесняйтесь, пожалуйста, мои дорогие, оговорите. И вот была недавно такая ситуация, когда я хотела с мужем выйти в город, хотела одеть классический костюм, брюки, синие мы, вы видели. Ну, естественно, я расстроилась, что все на мне висит, страшно. Они упали до бедер, талия до бедер сходилась. Но под эти брюки нужны тонкие носочки. Гольф, правильно? Под туфельки мои новые, которые он купил мне. Которые я еще ни разу не одевала. И я не нашла ни одну пару. Почему? Потому что, когда я ехала в Батуми, я, наверное, что у меня было 10 новых пар таких этих, я все забрала, дочке отдала. Дочке, маме там отдала. И мне пришлось одеть платье и колготки. Колготки у меня были. И вы представляете. Я сказала, в Айме у меня нету гольф одеть. Мы проходили мимо магазина. Он говорит, пойдем, у тебя же нет у нас гольф. Он все помнит, ему не надо ничего говорить. Как только я ему там скажу, это надо или то, он всегда вспоминает в магазине, у тебя это надо. Или у меня, когда заходила на зумбу, я сказала, что мне нужны еще какие-то костюмчики у женщин. Он же смотрел видео, такие красивые, говорю, костюмы. Но я знала, что у него не было возможности такой, покупать такое дорогое. И все равно мы были в этом форуме, и он завел мне и говорит, тебе же надо, говорит, на зумбу. Ну вот такой вот у меня хороший муж. Спасибо Богу и Вселенной. Поэтому вы не стесняйтесь, говорите, что вам надо. Если ваш муж скажет, допустим, вам поход к стилисту 700-800 лир дорого, тот пускай ведет вас к дешевому. Ну а когда у мужчины средний достаток и нормально все, он все поймет и все отдаст. Если долги куча, конечно, он не сможет вам. Так что вот хотела с вами поговорить на эту тему. Ну, надеюсь, вам понравилась эта тема. А я пошла. Посмотрите, они все борются. А ну-ка я пойду, спасу его. А ну, пошел. А ну, пошел. Посмотрите. 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 Иди, иди, иди. Иди отсюда. Иди отсюда. Посмотрите, как он его попросил, а. Ах ты, хулиган такой. Ах ты, не могу снимать даже. Какой красивый рулет я приготовила моему мужу внутри с сыром. Вот так я его кормлю. А что я себе приготовила? Вот прямо так и я уже не могу в искушении. Это гречка с луком, помидорами. И с сыром и яйцом. В общем, все надо перемешать. И будет вам малина. Кстати, за целый месяц я ни разу не ела гречку. Сейчас это будет первый раз. Друзья, я так кушать хочу. Сегодня на вечер мужу приготовила праса. Вот такое вот вышло оно. Ну, а я доела фасоль с индюшкой. Также вот суп сейчас разогрею. С фрикадельками. Приятного аппетита ему. Субтитры сделал DimaTorzok